Новогодние праздники наконец завершаются, началась нормальная рабочая неделя. Впрочем, пока большинство гуляло, некоторым пришлось работать. Как сработали, обсуждали на еженедельном совещании у главы республики. Праздничная программа была очень насыщенной и включала не только новогодние представления у елки, заметил министр культуры Вадим Ефимов. Все государственные театры подготовили премьерные спектакли, и начиная с 23 декабря по 6 января, а театр кукол по 12 января организовали и провели новогодние представления у елки с показом премьерных спектаклей. В Чувашском государственном театре оперы и балета 25, 29, 30 декабря 2013 года состоялись республиканские новогодние представления для детей. Театр представил премьеру музыкальной сказки Андрея Галкина «Дюймовочка». В каникулы работали и все музеи, большинство подготовили специальные программы. Немало интересного узнали и посетители библиотек. Словом, год культуры начался соответствующим образом. Кстати, официальные торжества по случаю его открытия в Чувашии пройдут в пятницу в театре оперы и балета. Активно участвовали жители Чувашии в спортивных мероприятиях, всего их прошло около 400. А на призыв декады здоровья откликнулись в общей сложности свыше 330 тысяч человек. Руководители других министерств и муниципалитетов также сообщили, что все запланированные мероприятия выполнены. И, к счастью, никаких чрезвычайных происшествий за время каникул не произошло. Однако, заметил председатель Госкомитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров, поводы для беспокойства все же есть. За этот же период на территории Чувашской республики зарегистрировано 55 пожаров. За аналогичный период прошлого года был 51 пожар. Рост на 7,3%. В огне, к сожалению, погибли 7 человек. За аналогичный период прошлого года тоже было 7. В ближайшее время сотрудники противопожарной службы намерены обойти все домохозяйства с профилактическими целями. И просят жителей адекватно реагировать на эти меры. Михаил Игнатьев также поздравил всех журналистов с Днем печати. Глава республики отметил, что при стремительном развитии информационных технологий задачи органов власти и СМИ остается доведение до граждан объективной и справедливой информации. Анастасия Алексеева, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.